Это у нас филе семги. Мы работаем на этом продукте и в итоге придется нам его чем-то заменять в любом случае, потому что его у нас не будет. Это последний запас на скандинавской семги, сетует шеф-повар Дмитрий Стахов. После введения запрета на импорт этой рыбы из Норвегии придется изменить рецепты блюд и меню в ресторане. Нам, конечно, очень жаль, что запретили ввоз импортных продуктов, потому что часть продуктов мы используем в любом случае импортные. И это скажется на некоторых блюдах, которые используем в нашем меню. К примеру, которые мы не сможем даже заменить другими продуктами, которые у нас состоят в этих блюдах. Сейчас рестораторы думают, чем заменить импортные продукты и уже начали искать новых поставщиков. А вот на центральном рынке местные предприниматели ограничения на ввоз иностранных товаров встретили на ура. Считают, это даст им шанс занять новую освободившуюся нишу на рынке. Своего мяса хватает. В деревне выращивают очень много скотины. Во-первых, говядины много, свинины тоже стали выращивать. Поэтому лучше, думаю, свое мясо. Свое мясо и здоровое, и экологически чистое. Я бы, конечно, очень довольна была бы, если сельское хозяйство на самом деле поднялось. У нас же фермы серые расформировали все. А сейчас держат скотину очень много частники сами, чтобы выжить. К тому же отечественная продукция более качественная, так считают многие покупатели. Правда, опасаются, как бы цены не выросли. Продавцы же уверены, на их прилавках ценники не поменяются. На местном рынке экономика диктует не большая политика, а сезонные факторы. Не от этого зависит, мне кажется, не влияет на это. У нас и два года назад поднимали, падала опять цена. В этом году немножко подорожала, но это не с этим, мне кажется, связано. Ну, на рублей 20. Ну, это бывает, летом поднимается, а к осени она падает цена. Это не первый год так. Под запрет попали продукты из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Эмбарго коснулось говядины, свинины, мясо птицы, сыров, молока, плодавочной продукции и рыбы. Но, несмотря на такое ограничение, рыночные полки в Иркутске ломятся от изобилия. Продавцы отмечают, что на их прилавках в основном российский товар. А иркутские покупатели перестали в последнее время приобретать импортную рыбу, а предпочитают настоящую китучу, вычу, форель и наш родной байкальский омуль. В отличие от сельскохозяйственных рынков, считают эксперты, ассортимент уменьшится в магазинах и супермаркетах. Но, как уверяют маркетологи, причин для паники нет. В крупных торговых сетях доля продуктов, попавших под санкции, составляет 9-10%. Их можно заменить поставками из других стран, к примеру, из Бразилии, Сербии, Аргентины, Чили, Китая, Узбекистана и Азербайджана. Эмбарго будет действовать на протяжении года, хотя допускается возможность изменения данного срока. На товары, уже везенные в страну, запрет не распространяется. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.